Салям, друзья! Что это такое? Салям, друзья! Меня по-прежнему зовут Саша. Что вы думаете сегодня будет происходить? Сегодня мы с вами узнаем, почему у казахов было три жуза. Честно, когда я начинал записывать это видео, я вообще не имел никакого абсолютного представления, кто такие вообще эти жузы, что это такое, как вообще с этим работать и что это значит. Но мне тут немножко рассказали, и жуз это исторически сложившееся объединение казахов. И сегодня нам расскажут, почему же их было три, как они образовались и почему их называли старший, средний и младший. Будет безумно интересно. Но если честно, после даже этих объяснений я досконально еще не понял, что же все-таки значат эти жузы. Почему они объединились, почему их назвали именно так. Пишите свои предположения в комментариях, потому что вы-то намного лучше мне историю Казахстана знаете. Ведь я-то все-таки из Украины и все дела. Ну короче, вы поняли о чем я. Видео сегодня обещает быть интересным и познавательным. А знаете, зачем нужна история? Это не я у вас спрашиваю, это спрашивает автор этого видео. У него в названии написано «Зачем нужна история». Знаете что, я вот прям сейчас только недавно со школы вернулся, минут 40 назад примерно, и вспомнил то, что у нас сегодня была история первым уроком, или вторым, не помню, короче. И там историк говорил, то что история нам нужна, чтобы знать свое прошлое, откуда мы пришли, и видеть свое будущее, к чему мы идем. Как-то вот так. Согласны ли вы с его мнением? Оставьте тоже свое мнение в комментариях. Вот зачем лично вам нужна история? Как вы думаете? Было бы интересно почитать. Мне интересно познавать историю, честно. Но иногда это бывает нудновато. Но с каналом Тарих Мариха, от которого сегодня у нас будет видео, я уверен, будет интересно. Поэтому, ребята, давайте же не будем медлить, а то атмосфера истории накаляется. Я хочу безумно начинать, поэтому не будем медлить. И поехали! Все мы знаем, что казахи состоят из трех жузов. Не делятся на три жуза, а состоят из трех жузов. Старший, средний, младший. То есть, ложес, ортажес, кышеджес. Почему именно так? Это остается самым сложным. Тема у меня есть, потому что он самый маленький, что ли. Вот это должен быть старший, но это вроде средний. А вот это старший. Короче, вообще ничего не понятно пока что. Вопросы для истории Казахстана. И точного ответа на данный вопрос до сих пор нет. Но я сейчас попробую вам что-то объяснить. И так, погналы. Внимание, если в комментариях будет много споров, типа Такие комменты буду удалять. Ролик соусный для познания чего-то нового и отдыха. А в конце выпуска будет мораль всей истории. Так что, Арсу Спай, кайфуйте. Для начала давайте разберем слово жуз. Жуз обозначает сотню. Цифра 100. И еще жуз с арабского переводится как часть. Ну вот часть это побольше подходит, но сотка точно не сюда. Ну типа вот целая, а вот часть. Да, и такой вариант есть. Также жуз может обозначать личика. Например, ЖЗ Танос. Знакомое лицо. Ну или взять слово ЖЗ. Вся земля. Или же вся поверхность земли. Почему жузы назвали Оло, Орта и Каше? Давайте теперь рассмотрим первый вариант. Дело в том, что когда солнце всходит, то оно всходит с востока на запад. То есть в первую очередь солнце всходит ближе к югу. То есть Оложес. Потом к центральному Казахстану. Ортажес. И только потом переходит на запад. А что вообще значит Киши, Орта и Улы? Напишите в комментариях, если тут не будет рассказываться. Улы это наверное восход или что-то начальный жуз. Это предположение, поэтому напишите в комментариях. Так как я в казахском нолик в принципе, то можно... Есть вероятность, что жузы назвали так из-за их расположения над уровнем моря. Выше всех расположен Оложес у подножия гор. Потом Ортажес в степи Сарарки. А Кишижес расположен ниже уровнем моря на западе страны. Вот такая версия. Запомнили? Ну не знаю. Тогда идем дальше. Переходим к следующему варианту, которого придерживаются многие историки. Назвали жузы по старшинству старший и средний. Младший. Все дело в культуре казахов, где всегда уважаем старший. Не важно, враг он для тебя или друг, но кто именно был старшим, кто средним, кто младшим. Тут вариантов очень много. Перейдем к первому. У казахов был такой хан, Хасам хан. Его реально многие уважали и слушались, но столицу в честь него никто не называл. 21 годом прошел. И после его смерти ханом стал мамашем. Это была отсылка на Назарбаева. Его честь назвали столицу с Астаны на Нур-Султан. Это же, по-моему, в честь него назвали. Ну да, в честь нового президента или старого. Ну, короче, Назарбаева, это я знаю. Но он недолго правил и неожиданно умер. Когда и началась борьба за власть. Каждый хотел стать великим ханом. И люди начали делиться. Султан по имени Тахир ушел на юг страны, в район Могульстана. Тогом и Шигай Султаны остались в центре. А Хак Назар остался на западе. Там у Хак Назара вообще очень длинная история. Хоть сериал снимай, не хуже Суллима Султана. Так вот, по возрасту и знати, старшим был Тахир, средним Тогом, а младшим Хак Назар. То есть что-то не складывается. Поэтому и назвали их владения старшим жузом, средним жузом и младшим жузом. Но как там же они, по-моему, наоборот. Вот так развалили страну, которую так усердно укреплял Хасымхан. Хасымхана на вас нет, как говорится. По поводу старшинства есть еще один вариант. Образовалось казахское ханство во главе Кирея и Женебега. Рядом с казахским ханством располагались такие государства, как Могулистан, Сибирское ханство и Наугайская урда, в которых жили родственные племена тех племен, которые были в казахском ханстве. Затем соседние государства начали разваливаться, и люди начали качевать в казахское ханство. Об этом также рассказывалось во втором выпуске Тарих Мари. Ссылка в описании ролика. Так, например, располагался Могулистан. А, почему Казахстан такой большой? У меня, по-моему, было видео на эту тематику, да? По-моему, называлось еще оно так, «Секрет Казахстана». В общем, если что, если найду, ссылку оставили в описании, в подсказке. Также сможете посмотреть. По-моему, я даже помню, что там они объединялись, распадались. Короче, интересно там тоже было. Могулистаном проявили потомки Чагатая, сына Чингисхана, хранителя Яссы. Свод от законов и правил. Грубо говоря, они хранители Ачига по традиции, поэтому их и назвали Оложец. То есть, в данном случае, более корректным переводом будет Великий Жуц. Так выглядит он интересно. Великий, так и хранитель Яссы. На западе же распалась Наугайская орда, и оттуда племена перекачивали в казахское ханство. Наугайской ордой управляли не потомки Чингисхана. Отсюда и название Кэшежез. В то время очень уважали потом. Все равно, что значит Кэши? А средний Жуц назвался так из остальных двоих. Есть также версия, что орда Жуц на самом деле орда Жуц, то есть центральный Жуц. Это объясняется тем, что ханами казахского ханства в основном были ханы из среднего Жуца. Ну, как-то так. А теперь к легендам. В казахской устной литературе, то есть фольклории, образование трех жуц связывает с правителем по имени Алаша Хан, или же Алаш Хан. Давайте я расскажу одну из легенд сейчас. Есть легенда, по которой у одного хана рождается сын, не от старшей жены. И она решает избавиться от ребенка и отправляет его вниз по реке Сандария. Ребенка находит старый бедный рыбак. Ребенок был пестрым, и в честь этого его назвали Алаша. Вид. Если я не эту историю слышал, я точно, я на 100% уверен, что я где-то уже слышал историю про то, как вот ребенка отправили вниз по реке, и кто-то его там поймал. Я 100%, я 200% уверен, что я это слышал. Но я не уверен, рассказывалось это именно про Алашу, ну то есть про Казахстан, с Казахстаном связано. Или это просто какая-то другая история. Но я 100% подобную историю, или же эту слышал? Потому что я очень давно не слышал. В итоге, он вырастает умным, мудрым и храбрым. Услышав это, хан отправляет за ним три сотни воинов, чтобы вернуть своего сына. Но они решают остаться вместе с Алаша и превозглашают его своим ханом. Они вели вольный образ жизни и называли себя из-за этого Казахами. Кстати, эти три сотни воинов и создают три жуза. Жуз переводится как 100. Да, понятно. Наподобие этой легенды, есть еще разные варианты, которые в свое время записали Маширосов Купеев, Рашид Аддин, Шохан Валиханов и другие. Но все они примерно схожи. Если интересно, то можно просто пойти в библиотеку и изучить, чем отличаются эти легенды. Также есть легенда о Халша-Хадр-Батаре. Она была рассказана в третьем выпуске. Ссылка также в описании данного ролика. А теперь расскажу, откуда вероятнее всего появилась фраза «Казахи не делятся на три жуза, а состоят из трех жузов». Дело в том, что в хорошие времена казахи начинали делиться. Как пример, время полной смерти Хасмхан. В ретакер-дедошках враги извне приходили и наносили казахам неимоверный ущерб. Например, нападки у иратов-джунгаров. В этот тяжелый период приходит осознание, что надо держаться вместе, а не делиться. Вот так, на горьком опыте, казахи поняли, что делиться это плохо. И пошла идеология. Казахи не делятся на три жуза, а состоят из трех жузов. Эту идеологию поддержал Таокехан, поставив главным в жузах не ханов, а биев. Всегда, когда казахи объединялись, то давали отпор любому сопернику. А когда делились, то, как говорится, были генды. Буржи, деление на жузы или ру, это слабое место казахов, чьими пользовались соферами. Этим пользовались в свое время и джунгари, и Российская империя, которая ставила отдельных ханов в отдельные регионы. Это, кстати, по-моему, как там History Boss, а Country Boss, по-моему, такие вот штучки были. Я помню, мне, кстати, многие осветовали посмотреть, но там я немножко посмотрел, мне вообще ничего не понятно, поэтому как-то не знаю. И властвует. И не надо тут винить кого-то. Типа, если бы не они, то мы были бы такими. Чтобы быть крепкой нацией, то есть так. В первую очередь, мы сами должны быть крепкими и избавляться от своих недостатков. И ценить свою страну, конечно же. Все ролики на данном канале выходят также на казахском языке. И чтобы больше людей посмотрели этот выпуск, пожалуйста, поставьте лайк и оставьте комментарий для продвижения канала. А чтобы не терять канал из виду, предлагаю вам вовсе подписаться на канал. На канале будет еще много чего, просто запомните одну фразу. Все будет, но не сразу. И еще, как же без этого? Запомните одну фразу. Все будет, но не сразу. Безумно можно быть первым. Я где-то даже помню, я по-моему в каком-то видео тоже говорил эту фразу. Всем спасибо. А вот эта вот фраза, теперь сном сходи в туалет, по-моему, да, мы тоже переводили. Короче, нет, Тарих Марик это безумно классный. Классный историк, если бы так можно назвать. Но вообще очень классный чувак. Мне очень нравится его видео смотреть. Ну реально. С юмором историю так никто еще не рассказывал. Ну у нас историка такая юморная еще. Ну что, ребята, как вам? Как по мне, все было просто великолепно. И с юмором, и познавательно, и весело, и круто, и быстро. Просто фантастика. И теперь мы с вами все знаем то, что казахи не делятся на три жуза, а состоят из трех жуз. Или жузов, не знаю как правильно. Пишите как, не знаю. Теперь я понял то, что жуз это как часть Казахстана. Их было всего три. Старший, младший и средний. И мы знаем несколько теорий, почему они именно такими вот называются. Старшими, средними и младшими. А как вы думаете, какая теория из всего этого видео является самой правдивой лично по вашему мнению? То есть первая, вторая, третья, или сколько там было? То, что они родились раньше, то, что они находились, то, что над уровнем моря и еще что-то там было. Пишите в комментариях свои предположения. А мне понравилось больше всего последнее. Ставьте лайк, если вам нравится смотреть видео канала Тарих Марих. Изучайте историю вместе с ним и со мной. Мне будет очень приятно, я с радостью буду продолжать эту рубрику. Тарих Марих, если ты это смотришь, то огромное спасибо за видео. Оно просто великолепное. Обожаю историю с юмором, потому что у меня даже еще историк тоже юморной такой мужичок. Очень весело тоже рассказывает. Но про Казахстан очень редко. Там что-то упоминается, а здесь чисто все про Казахстан. И еще и на русском языке. Это круто. Ладно, друзья, огромное спасибо за просмотр. Жду вас там внизу. Пообщаемся, повеселимся. Вот все мои видео про Казахстан. Вот история Кыргызстана, если вам интересно. Ссылки все в описании. Все. А на этом наше видео подходит к его логическому завершению. Пока-пока, друзья.